лучший дрон для новичков 2024 году и под лучшими дронами для новичков будем разбирать такие дроны как mini 3 mini 3 pro и mini 4 pro по большому счету эти дроны очень сильно похожи есть некоторые небольшие изменения и именно о них мы сегодня поговорим давайте начинать и перед началом хочу рассказать немножко о себе я александр шевченко мой канал про рассъемку видеосъемку и путешествия подпишись будет интересно также я основатель онлайн академии рассъемки по полетам на дроне соответственно мы обучаем пилотов начиная с того как они достают свой первый дрон и до распаковывают его до создания полноценных профессиональных роликов на дрон также есть другие обучающие программы для тех ребят кому интересна видеосъемка и они хотят так или иначе с этим взаимодействовать и создавать красивый контент все подробности можно прочитать по ссылочке в описании поехали и начнем мы сравнение наших дронов по большому счету есть некие такие изменения но они прям незначительны потому что очень много параметр у них вообще одинаковый например они имеют одинаковый вес 249 грамм имеет одинаковую скорость полета там 16 метров в секунду имеет одинаковую высоту полета 4 и 3 километра в зависимости от того какие батареи вы используете потому что на тяжелых батареях дрон летает ниже так они имеют плюс-минус одинаковое время полета да там диджай заявляет что немножко разная что время полета немножко отличается там несколько минут ну по большому счету вы будете летать на обычных батареях минут 20 и на расширенных минут 30 местом 45 на 50 сколько не заявлять потому что по большому счету все это рекламная кампания я не знаю каких условиях они это делают но когда ты приходишь на локацию и летаешь на дроне ну 35 минут вылетать на батареи довольно таки проблемно потому что и всегда летаешь меняешь локацию делаешь нагрузку на дрон и соответственно батареи этого расходуется быстрее чем те условия в которых производились тесты потому что я еще ни разу не летал на уровне 50 минут которых нам были заявлено даже близко не было также эти дроны могут выдержать одинаковый ветер 10 метров в секунду имеют возможность использования в одинаковых температурных условиях там минус 10 и до плюс 40 также есть небольшое отличие по внутренней памяти на дроне диджай мини 4 про есть внутренняя память в 2 гигабайта блин 2 гигабайта что это вообще для чего далки если вы делаете фотографий но если вы хотите записывать видео в 4к 60 или 50 кадров то сколько вы там запишите меньше минуты ну короче 2 гигабайт это крайне мало как по мне сделать флешечку внутри дрона не на 2 гигабайта она хотя бы 16 32 64 несложно потому что флешка весит вообще нифига и соответственно внутренний накопитель будет как по мне тоже не сильно много брать на себя веса и объема для того чтобы увеличить 2 гигабайтов на какой-то больше объем просто 2 гигабайта прям просто абсолютно критически мало я не знаю почему они не сделать внутреннюю память на больший объем как это сделано в мавик 3 сайн там жесткий диск на 1 терабайт это жесткий диск ok сделайте мне не жесткий дисков ставьте там внутри флешку вшить и пускай она будет там на 64 гигабайта хотя бы 32 на 16 хотя бы 2 гигабайта крайне мало как по мнению бомбит от этого вернемся к нашим дрона еще из таких вот отличий сейчас мы уже переходим к отличия есть сенсоры обнаружения препятствий и в mini 3 этих сенсоров нет в mini 3 pro есть сенсоры спереди и сзади то есть когда летит ваш дрон спереди затем виде препятствий может остановиться в mini 4 pro сенсоры со всех сторон что позволяет вам немножко обезопасить свой дрон от полетов и там боком и задом потому что чаще всего мы летаем боком и сбоку могут быть деревья здания и эти объекты могут сильно повлиять на то как дрон будет лететь поэтому то что есть эти боковые сенсоры это плюс перейдем камере и здесь камера осталось тоже самое разрешение фото осталось тоже самое фокусное расстояние то же самое диафрагма не изменилась изменилось качество видео причем то что качество видео а возможности видеосъемки потому что все камеры пишут в 4k только в одном дроне пишет 4k 30 кадров другом 4k 60 кадров и в последнем 4k 100 кадров то есть небольшое такое программное изменение которое можно было в целом обновить на любом из дронов потому что камера по большому счету не изменилась такое программное обновление для повышения fps а конечно же еще отдельно хотелось бы отметить что в дрон mini 4 pro добавили цветовой профиль делок м что позволяет снимать больше динамического диапазона и потом на посте это обрабатывать и красить то есть что у вас не просто там цветная или серая картинка отделок в целом нет профиль нравится отделок м немножко ужатый но тем не менее есть немножко больше возможностей для дальнейшей пост обработки ваших видео что также является небольшим плюсом в счет mini 4 pro и из последнего такого отличия это то что дроны могут летать на разное на разную дальность к примеру в mini 3 это 10 километров mini 3 pro 12 километров и mini 4 pro летает на 20 километров потому что обновили систему передачи данных систему оку сайнс 4.0 поставили плюс обновили сам пульт то есть там более мощные антенны что позволяет передавать качество сигналы и получать хорошую качественную картинку обратно на пульт поэтому из таких глобальных обновлений это наверное все ну и давайте подведем такой некий итог по тем отличиям которые есть в этих дронов и первое конечно же камера потому что возможные записи видео в 4к и там 30 кадров 60 кадров и 100 кадров возможно там между разница между 60 кадров и 100 кадров разница небольшая но разница между 30 и 100 большая потому что чаще всего я записываю свои и видео именно в 4к 50 кадров для того чтобы тебя была возможность на пост продакшене какие-то кадры замедлить какие-то ставить как есть но когда у тебя нет возможности замедлять свои видео а хочется хорошую детализированную картинку именно в 4к то здесь конечно выигрывают те дроны которые имеют эту возможность сенсоры обнаружения препятствий на дроне не скажу чтобы это прям важная вещь как бы да то что они есть это круто но не скажу что вы прям очень круто потому что чаще очень часто эти сенсоры троят работают некорректно и могут какие-то мелкие детали не заметить большие объекты бы как бы и сами видите внутренняя память в 2 гигабайта в mini 4 pro опять же не скажу что такое то большая классная функция которая вам облегчит съемку на ваш дрон потому что 2 гигабайт так просто критически мало то что есть цветовой профиль делок м да это плюс и там дальность полета опять же не скажу что в городской среде это будет прям как-то сильно заметно да то что вы есть возможность улететь на 20 километров круто но когда и в каких условиях вам придется улетать на такое дальнее расстояние на таком маленьком дроне снимать где-то там вдали чаще всего все съемки происходят на расстоянии до километра максимум до двух до трех улететь на 3 километра чтобы нам что-либо поснимать на моей практике крайне редко когда это пригождалось поэтому опять повторюсь что разница между этими дронами не такая большая но если бы я не имея опыта там полета на трона на дронах хотел бы взять себе свой первый дрон я бы рассматривал конечно не на mini 3 на mini 3 pro либо mini 4 pro если позволяет бюджет я бы смотрел именно на более новую версию 4 pro так как сенсор по кругу да это плюс тем более для всего первого дрон если раньше не летали там сенсоры ok внутренняя память не очень камера опять же плюс опять в сравнению с версией 3 прошки не так сильно отличаются ну и там дальность полета опять же не скажу что сильно большая разница из плюсов отдельно хочется отметить что в целом серия mini очень популярна среди путешественников тех ребят которые куда-либо летают ходят в походы ходят в горы потому что дрон маленький легкий компактные и намного легче взять с собой маленький трон чем какую-то большую версию например вот как mavic 3 pro потому что он большой он тяжелый 10 много тем более этом 7 аккумуляторов эта сумка весь там больше пяти килограмм и соответственно когда ты берешь серию мини и она валяется намного компактнее легче и комфортнее путешествовать именно с маленьким дроном поэтому при покупке своего первого дрона я бы рассматривал все таки дрон серии мини если вас остались какие-либо вопросы по дроном задавайте в комментариях но на этом у меня все всем пока пока подписывайтесь на канал увидимся в следующих видео до новых встреч